Привет! Сегодня мы с Иваном Дмитриевичем. Это мой отец. Пойдем ловить кого? Жериха. Но это не факт. В последнее время что-то не везет там жерихам. Так, папа есть. Ух ты, ты кто такой? Ты жерешок. Ну-ну-ну, как тянет. Вот такой. Папа, есть. Короче выбрали с отцом, половить жерешка. Ну что, такой нормальный экземплярчик. Сломал крючок один. Вот остался. Да, была хорошая поклевка. Вот так вот и крючки разламываются. Если был бы одинарник, то ничего бы не получилось. Так, с этим и достанем райничок. Так, сейчас его замерим и конечно же отпустим. В нем 47 сантиметров. Как выглядят крючки после попадания жериха того. Думаю, надо заменять его однозначно. Потому что вот это не к черту. Так, ну что поменяли крючки. Правда маленькие какие-то. С такими жерехами. Они просто не выдержат. Разогнул их, просто скрутил. В ноль. Ой, как там рыба играет. Ой, ну точно. Речка просто ожила. Опа. Снимай, снимай, снимай. Есть. Удохнет. Жерешок. Жерешок. Какой-то вобер сегодня разрывает темный цвет. Поклевка на этот. Короче, раздача пошла. Жереха, так что давай этот такой. Опускаем. И к жереху. Пошел. Сегодня работает такой вот iFish 5S. Отлично сыпется. Просто сумасшедшая игра. Пару проводок сделал. Сразу зацепил две рыбки. Хотя до этого перемакал. Тут не один десяток уже приманок. По два-три забросика. И вот это сразу с первого заброса взял. А потом следом еще один мелкий взял. Как бы интересно. Рыба активничает. Приманку менять не буду. Пока. Пока облавливаем все, что тут есть. Держит он где-то у дна. В основном лечь играет. Проводка интенсивная. Можно сделать паузу. Он сыпется именно как Рафаэль. Или бейтовский стик. Вот. Дал такую дикую поклевку. Я его помню не заснял. Заснял от кожи вываживания. Но все равно очень интересно. То есть визуально не видно. Река ожила. Тут был мужик мне рассказал. Если ты меня подписался, то поверьте. Сразу же ты ушел. Словил двух рыбок. Вот. Сейчас пойдем пробуем головлика половить. Что за звуки у катушки стали музыкальные ники. Потому что наша экспрессор-балочка закончилась. Спасибо Неману за яркие поклевки. Вот. Иван Дмитриевич. В надежде на последний заброс. Но, увы. Пропустили вы хожери. Хожерих не берет сегодня. Не активничает его. Как будто тут даже нету. Но он есть. Продолжаем. Ну что, начинаем наш сплав по небольшой реке на плотике Андатра. Вот. Участок небольшой, пару километров. Реку называть я не буду. Ну что, погнали. Ну что, привет, привет. Снова сейчас сплавляемся. Вот мои ласты, ласты Андатра. Одеваем их на Вейдерсе и начинаем наш сплав. Ласты надо приклетать хорошо, потому что бывает вылетают они. Пласты одеты. Надеты, одеты, не знаю. Начинаем. Пласты. Доходим в воду. И садимся. Сейчас мне оператор подаст, надеюсь, пив. И мы вот таким образом поплывем. Я благодарю. Ну что, все, до встречи. Он обещал вернуться. Все, мы на воде. Делаем разворот. Начинаем облавливать все тут подряд. Все, что видим. Вот так вот. Где надо, можно остановиться. Ой, кайф. Давно я не испытывал такого кайфа. Да, плоский плосик. Это не каяк. Это тоже свой кайф есть в этом. Единственное, что места очень быстро проносятся. На многих просто не успеваешь остановиться даже. Подруливаем вот так вот ножками. Такие бревна лежат тут прям. Да, ну и ветки, конечно, тоже. Это стремная штука. Поэтому куда лучше не попадать. А то там можно и утонуть. Ну как вам такое? Илон Маск. Течение, конечно, очень интенсивное. Хикория. Прямо на таких интенсивных заваливается. Немножко сбивается игра. Да. Можете поставить Миты Каменьона или Миноху. Пока не решил. Наверное, с поворота лучше уйду. Вас там много, да? Вас там много? Нет. Три байдарки? А, отлично. Рыбать ее тут? Пока нет. Голавль щука. Что из головы? Голавль щука. Нет. Так. Ну, вроде не на поворотчике. Знаете, вправо-лево быстро середки. Здравствуйте. Много вас? Много вас? Нет, все. А там целый могон. Нет, там вроде не будет. А, хорошо. Супер. Спасибо. Вот такие вот препятствия тут, да? Классно. Наверное, на вращалку ставить. В поисках мелочи теперь. Какие колонны стоят тут. Обрывы. Кайф. Течка там. А, струя, затяжок, дерево. Прям должно быть. Видишь, что прошли байдарки, немножко мутновато. Слишком интенсивный поток. Мне кажется, что я там что-то зацепил. А дальше как-то риш не играет. Совершенно. Сейчас проверим. Не, нормально. Не знаю, что он не играет. Майфиш. Сегодня у него жерех тут клевал. Рядом. Вот. Судачку можешь. Сейчас еще будет. Ну да, этот поток ему легко справлять с этим потоком. В общем, упочем. Да ладно. Что за обер такой? Чисто разрывает сегодня. Ну ничего ж не было. Я уже тут все перебросал. Вот такого. Возвращается домой. Ой, блин, враню. Ладно. Короче. Короче, как-то так. Вот такой вот обер сегодня. Сделать на рыбалку. Ладно, обер не отнимать не будем уже. Позьмем, как обычно, играет по разной рыбе в разных реках. Но сегодня прямо. У него, в чем прикольно, это обер. У него игра такая интересная. Ну да. Свежак. Дерево свежак. Здесь прикольное местечко. Снова образовалась. Надо его кидать. Идет. здесь, да. Здесь интересное место. Немножко остановиться. Вот так и дать. О, кушок. Короче, головой сегодня молчит. Вот. Вместо него окна. Хотя это какие-то, какие-то байдарышки. Может, не знаю. Такое место классное. А почему тут не играет головы? На мои приманки имеют в виду. Ну да. Прям вообще топовое. Ну как такое место просто не покидать? Просто вообще. Это просто идеал. Короче, задача. Вот так вот отпускаем немножко. Подплываем. И вон туда и кидаем. Вот так вот. Как он такой Илон Маск? В сопровождении нету. Ой, какой тут тягун хороший. После переката. Места, конечно, топовые. Такая вода мутная. Никто не сопровождает. Абсолютно. Ну что, все. Приплыли. Значит, первое, что надо сделать, это с ней пласты. Потому что без них. С ними можно. Просто в такие приключения залежьте нереально.